Озероги, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим второй расклад на текущую неделю. Оцениваем период с 19 по 25 августа 2024 года. Смотрим, что вас ожидает и каково для вас неделя будет в целом. Поэтому настраивайтесь на расклад и мы с вами приступим. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. У вас здесь четверка жезлов, семерка монет и аркан императрицы. На самом деле у вас очень хорошие, я бы сказала, даже потрясающие арканы. Почему? Потому что в первую очередь они говорят о гармонизации взаимоотношений с близкими, с родственниками, с соседями. То есть укрепление ваших связей, ваших контактов. Далее для некоторых из вас могут быть вопросы продолжения рода. Опять же у некоторых это вопросы завершения, ремонта, перепланировки. Потому что это создание уюта, комфорта. Это знаете как вот радость от того, что вы создаете ту атмосферу, которая вас наполняет. У некоторых может быть решение из вопросов сожительства, связать себя официальными узами брака. Или например, если вы встречались, то начать жить вместе. Потому что эти арканы указывают на переход отношений на новый уровень. Будем в любом случае эту триаду раскрывать по всем сферам жизни и смотреть, как она прозвучит для вас. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас свободен. Здесь по аркану умеренность. Это зона комфорта. Сейчас объясню, в каком ключе. В дно колоды у вас десятка монет. Как правило, здесь могу сказать, что вас будут пытаться познакомить с кем-то на каком-то семейном мероприятии, торжестве. Может быть на помовке или на чьей-то свадьбе. Серьезно, конечно, это знакомство вы можете не воспринимать. Но на самом деле оно может перерасти в нечто стабильное. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках. У вас по девятке жезлов это попытки отстоять свое право на этот союз, защитить ваши отношения, потому что есть стремление выстраивать новую ячейку общества, создавать новую семью. Если вы в стабильном партнерстве, то карта солнца это счастье, это процветание, это гармония, это продолжение рода. Если вы еще не расписаны, действительно, это может быть воля изъявления, заявить о том, что вы хотите бракосочетаться или может быть для кого-то аспекты венчания. Но в любом случае солнце это полнота жизни, это радость, это новая возможность для вас и для вашей семьи. Посмотрим с вами вопросы работы, бизнеса и карьеры. Оцениваем ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает. И здесь ложится пятерка мечей. Аркан, который говорит о том... Я прошу прощения за свой голос, потому что каждый день говорю по 12-14 часов, мне уже просто садиться. Пятерка мечей указывает на тот момент, что здесь нет нового источника дохода или заработка. Это быть на попечении ваших членов семьи. Максимум это реализация в каком-то семейном бизнесе, семейный подряд. Но вас устраивает такого положения вещей. Искать что-то для себя новое вы пока не намерены. Если вы соискатель, аркан влюбленный. Это благодаря партнерству или обрести работу, или в целом создавать семейное дело, семейный подряд. И, конечно же, быть несказанно счастливым от такого положения вещей. Единственная рекомендация, что все-таки в рамках этой недели это планируйте, просчитывайте, а открывайте свое дело после 28 августа. Если же вы у нас являетесь наемным сотрудником. Королева мечей. Это помощь, поддержка, протекция женщины воздушной стихии, весы, близнецы или водолей. В вашем продвижении по карьерной лестнице, увеличение вашего дохода и заработка. Ну и помимо всего прочего, если это какой-то экзамен или проверка, верификация ваших знаний, то ситуация, которую вы пройдете с достоинством, сдадите легко. Для тех же, кто владеет собственным делом. Королева чаш. Королева чаш это напитываться, это радоваться текущему положению вещей. Это ситуация, когда вы хотите перенести нотки творчества в ваше дело, в ваше детище. Может быть ребрендинг, может быть какой-то, не знаю, назову так, утрированный день открытых дверей для ваших заказчиков или ваших партнеров. Устроить какое-то мероприятие, чтобы дополнительно заявить о себе лишний раз. То есть, это ситуация, которая идет на сплочение с вашей целевой аудиторией. Плюс королева чаш. Это прочувствовать потребности ваших заказчиков, вашей клиентской базы. И здесь очень хороший доход, хорошая прибыль. Плюс кто-то может праздновать переезд в новый офис или открытие нового офиса. Что, естественно, благоприятно скажется на вашей деятельности. По состоянию здоровья. Тройка мечей. Рекомендуем обращать внимание на сердечно-сосудистую систему. В особенности у кого есть склонность к гипертонии. Потому что четверка жезлов, семерка монет и императрица. Это ситуация, которая может быть наследственного порядка или наследственного характера. И помимо всего прочего, семерка монет, это знаете, как сохранять ресурс, сохранять состояние покоя, контролировать вот это положение вещей, у кого в особенности в хронике есть эти проблемы. И в рамках этой недели не делать никаких пластических операций или инъекций. Потому что они как-то негативным образом могут сказаться на вашем самочувствии. То, что касается предостережения от карт. Здесь четверка мечей, семерка чаш и арканы и аэрофант. В рамках этой недели не принимать серьезных решений относительно выбора вуза или может быть учебного заведения. Неважно там дошкольного формата или среднего образования или высшие институты. Для ваших детей или для вас, допустим, самих. Потому что можете, знаете, как принять неверный выбор. То есть неосознанно или может быть замылен глаз, как нет полноты информации. Аналогичная ситуация касается подхода и выбора тренера, педагога, репетитора. То есть любого, говорю, наставника. Как для вас, так и, допустим, для ваших детей. Потому что может быть как ошибочное мнение или вы можете опираться на какие-то недостоверные отзывы. Поэтому все-таки в рамках этой недели, знаете, как не предпринимать каких-то важных решений. Не делать каких-то скоропалительных выводов. Потому что впоследствии можете об этом сожалеть. Смотрим с вами рекомендацию от карт. Тройка монет. Тройка монет – это, знаете, как трудиться над текущими проектами, вкладывать в свое развитие, в образование, в прокачку ваших знаний. Потому что это все потом будет монетизироваться относительно вашей профессии, вашей карьеры или вашего бизнеса. То есть чем лучшим мастером, экспертом на своем поприще вы являетесь, тем больше у вас шансов, как следствие, зарабатывать как эксперт, как специалист. Посмотрим неожиданность периода. Как будет разворачиваться здесь ситуация, какова будет цепочка событий. Итак, у нас здесь ложатся арканы совы, мужчина, лилии, дно колоды аркан, букет. То есть это в первую очередь для кого-то создание гармоничного союза и отношений, укрепление связи даже больше на духовном уровне. Дно колоды букет. Это карта сюрприза, подарка, может быть даже предложения в том числе. Если это смотреть на личных, социальных или деловых взаимоотношениях, это взаимовыгодное партнерство, которое несет пользу вам обоим. Поэтому здесь будьте довольны и новому знакомству, и новому взаимодействию, и появлению людей в вашем окружении, которые будут менять ваше мировоззрение. Вот такая неделя, очень для вас комфортная, плодотворная. Мы с вами так и закроем. А вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отозвалась информация, как она для вас отыгралась, какие перемены произошли. Буду рада почитать ваши комментарии. Если видео для вас было полезным, ставьте лайк, делитесь данным видео с друзьями. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!